Я вспоминаю слова одного из великих в церкви учителей – Григория Богослова. Это были часто действительно умницы были, удивительные. Вот я сейчас приведу его только слова, и вы уберитесь в этом. Очень короткая фраза, когда он сказал – Человек – это великий мир в малом мире. Малый мир – это Вселенная, а человек – великий мир в малом мире. Действительно, что это значит? Весь этот космос, конечный или бесконечный, мы не знаем, потому что предположить и то, и другое невозможно. И наука даже не знает, хотя изо всех сил пытается до настоящего времени найти конец мира. А дальше что? Ну, а дальше мы пробьём оболочку и посмотрим, а что дальше за этим концом? Мировоззрение. Оказывается, если исходить из этого блестящего высказывания Григория Богослова, то действительно уже можно понять, что, говоря о мировоззрении, мы должны о чём говорить, прежде всего? Ну, конечно, о великом мире, то есть о человеке. О человеке. А не об этом маленьком мире, который называется космосом. Да что он! Попробуйте сейчас бы какой-нибудь мах взял бы и в триллион раз масштабы сократил. И во что превратился весь этот космос? В глобус, который на столе стоит у учителя в классе географии. Только и всего. А вот человека масштабы не уменьшишь. Какой он есть, такой есть. И вот что же отсюда возникает? Действительно вопрос. Что такое? Ничто такое даже. А каким может быть мировоззрение, и особенно относительно нашего времени? Первое, о чём мне бы хотелось сказать. Сказать, к сожалению, печальные вещи. Крайне печальные. Даже не знаю, не нахожу слов более сильных. Никакого мировоззрения у многих людей. У очень многих. И самое страшное – никакого мировоззрения у молодёжи. У молодёжи ещё что-то есть. Ещё подчас очень сильные даже убеждения. А вот насчёт молодёжи, вы знаете, всё более и более, всё чаще и чаще приходится убеждаться, что просто никакого мировоззрения. Живу и живу. Живём – живём. Смотрим и смотрим по этот интернет, и всё. Вот ужас-то! Я вам скажу, что это действительно ужас. А почему? Ну, мы же все знаем, всё-таки хотим мы... Каких бы убеждений мы не придерживались, но что человек двусоставен, это же... Ну, понятно же, что у него есть тело, и все телесные потребности. Чьи это? Чьи они? Ну, знаем. Точно те же самые, что и у четвероногих, и у ползающих, у летающих, то есть у всего животного мира. Но все при этом знаем, что кроме этого же у него есть ещё что-то! Ещё что-то! И это что-то удивительное! По крайней мере, с точки зрения науки, это вообще что-то непредставимое и непонятное! Просто непонятное! Вот до настоящего времени, что говорит, в частности, наука о происхождении человека? Чего мы только не читаем там! Миллионы, десятки миллионов, и кого только не было там! И вот, наконец, подходим к человеку! До сих пор не могут решить проблему! А как же это он стал двуногими, ходить на двух ногах и прямо стоящий? Полно теорий! Ни одна не объясняет! Или, возьмём более древнюю историю, Дарвин написал происхождение видов, А ему принесли записочку от его друга, тоже таких же взглядов придерживаясь у Олеса! А зачем обезьяне мозг философа? Он разорвал! А что ответить? Стопроцентное приспособление к жизни у обезьяны Была и есть! Причём во многих отношениях Куда более приспособлено, чем человек! Попробуй помести любого человека в джунгли сейчас И помрёт! Обезьяна пройдёт по канату над пропастью И не упадёт! Зачем? А у человека голова закружилась! Да и говорить нечего! Зачем? Современная наука что об этом говорит? Каким выводом приходит? Что, оказывается, Множество теорий, Которые появляются буквально чуть ли не каждый день В отношении того, Что связано с возникновением человека Но до сих пор, И это откровенно признаётся, Так наука ничего и не может сказать О том, как же всё-таки появился человек Гомо сапиенс, который называют Человек разумный До настоящего момента! Это не где-нибудь! Об этом пишут же откровенно совершенно Учёные Он недавно посмотрел книжку Нашего доктора исторических наук Знатока Палеолита Вишняцкого Который даже Свою статью одну назвал Очень хорошо История Одной случайности Или происхождении человека Где он пишет, подчёркиваю, неоднократно Можно предположить, Что случайно могли возникнуть Случайные обстоятельства Невероятно уникальные, причём всегда Когда мог бы быть Мог бы быть Мог бы возникнуть А мог не возникнуть Тот, кого мы называем сейчас человеком До настоящего времени Когда, кажется, исследование Исследование Находится уж не знаю На каком высоком уровне Когда какие только раскопки Кого только не находили Всех этих так называемых предков Предков Оказывается, ничего подобного Даже ДНК, когда нашли У каких-то там неандертальцев И сравнили ДНК Например, те, которые сейчас существуют Между отдельными Ну, расами человечества Оказалось, там намного Дальше Где человек? Как возник? Вы представляете? Мы говорим о серьёзной вещи В школах непрерывно Утверждается Эволюция Основание Основание Спрашивает Вот что говорит наука Нет данных Предположения Интересные? Очень интересные Очень интересные Основание Как только мы доходим Вот два Две важнейших Два важнейших момента Как возникла жизнь Чего сейчас только не делают Кажется, исследовали Живую клетку До последних Химических Физических элементов Начинаем конструировать Всё 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 До последнего атома Известно Из чего состоит Живая клетка Сделаем Нет Никак не можем сделать Говорят Репликаторы Так называемые Не появляются Репликаторами Это называется Соединение Соединение Такие Органики Соединение Молекул Которые могли бы Сами Себя Затем Воспроизводить Потому что Только с этого момента Начинается то Что можно назвать Жизнь Само возникновение Жизни Итак Какое? Какое? Как? 21 век А возникновение Человека? Всё Меня удивляет В связи с этим Откуда И с каким Упорством Идёт Настойчивое Повторение Эволюции Эволюция Эволюция Что мы хотим Сделать? Интересно Кто Кто и чего Добивается Возникает Вполне Правильный Логический Ответ Логически Правильный Может, я что-то Ошибаюсь Но хотят сказать Человек Ты скотина Ой, извините Извините Животное Животное Нет-нет Я ошибся Грубо очень Сказал Понятно Понятно Тебе? Животное Ну, с компьютером В голове Вот Скоро Сделаем Киборг Когда вообще От человека Не знаю Что-то возьмём Что от него Останется Не знаю Но главным Элементом Будет уже Не мозг Человека А который Бехтерева Пишет Пишет Это Первостепенный Знаток Директор Института Мозга Что пишет Бехтерева Говорит Что Нет никакой Возможности Представить себе Возникновение Такого Органа Как Мозг Без Веры Высший Интеллект Сейчас То же самое Об этом Пишет Не знаю Как её ученица Или по крайней мере Подобная Замечательная Учёная Черниговская То же самое Вот что говорит Передовой Фронт Науки Меня теперь Интересует Почему мы говорим Всё об эволюции Об эволюции Чего Мы говорим Нас во что Хотят переделать Ах Животные Вы Ну только Немножко Чего-то побольше К сожалению Побольше Понимаете Почему Пока человека Не было Всё Все жили Всё благополучно Теперь этот Человек Гомо Сапиен Что натворил Того гляди Уничтожит Вообще Всё Всё живое Академик Ран Никита Николаевич Моисеев Прямо Прямо Написал Страшные Строки Я Привожу Вершины Данных Научных Не какие-нибудь Там Знаете Ли Случайные Статьи Статейки Прямо Пишет Что уже Нет Нет Сомнений При нашем Современном Развитии Научно-технического Развития Так Мы прямо Идём К полному Самоуничтожению Одна только Экологическая Сторона Нашей Современной Человеческой Жизни Уже Приведёт К этому Он пишет К этому Когда Когда Он пишет Наступит Катастрофа Против которой У нас нет Никаких Средств И не может Быть Когда Вы знаете Что он пишет Уже Возможно Хотя Приводят Факты Сокрушительные Делать Уже Возможно Никогда Небудь А в середине 21 века Пожалуй Голова Может Закружиться Вообще Наука С ума Сходит Правда же Как Хорошо Не знать Этого Живём Себе И живём Особенно Если Учесть Что у нас Нет Здесь Войны А война Где-то Там Там Гибнут Люди Там Стреляют Там Ещё Пока Запад Молчит Говорит Нет Пока Не будем Но Сами Уже Говорят Готовы Дать Украину Атомную Бомбу Слышите Слышали Когда Апокалипсис Есть Такая Книга Вот Пожалуйста Сразу Наступит Апокалипсис Если Только Начнут Кидаться Этим Ядерным Оружием Гомо Сапиенс Человек Разумный Какая Насмешка Он Показал себя Таким Неразумным Дотовёт Довёл И доводит Нашу Ну же Жизнь Земную Что Наверное Приходится Говорить Что Нет Не Гомо Сапиенс А Гомо Фатоус Фатоус Это по-латыни Глупый Дурак Который Рубит Рубит Корни Древо Своей Жизни И восторгается Научным Прогрессом И развитием Да Мы приобретаем Всё более и более Сильные Способы Самоуничтожения Мы же начали С мировоззрения Правда Да Отсюда уже Можно Пожалуй Отсюда Посмотреть На Мировоззрение И так Какого же Мировоззрения Человек Придерживается Должен Бы Придерживаться По крайней Мере И перед чем Он стоит Человек Когда мы Ставим Вопрос Мировоззрения Ничто-нибудь Да Причём Первым Самым большим миром Надеюсь Мы помним Является Сам человек Ну а затем И всё прочее Все эти Космос Галактики Господи Неважно Так вот Перед чем же Стоит человек Для того Чтобы говорить О мировоззрении А какие варианты Какого взгляда На человека Какие Какие взгляды Можно предварить Предложить Ну какие Ну какие Ну какие Или мы Как животные Правда С компьютера в голове Живём И умираем Живём И погибаем Живём И страдаем Живём И уничтожаем Друг друга А зачем живём А зачем И куда Два ответа Один ответ Который Я не знаю Как Можно даже Даже придумать Такой ответ Как мир И устроен Вспыхнул Искорка Из какого-то Костровечности Костёр Веший Сигарит Представляете Вылетела Искорка И угасла Вылетела И угасла Одна искорка Подольше летит В воздухе Другая совсем И всё Вот и весь смысл Вот и мировоззрение Непонятно Какой же смысл жизни тогда Какой смысл жизни Ну 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 Пока живёшь Пока не заболел Пока что-то не случилось Да Ну Живи как Как кто Как что Не хочу даже говорить Где же это разум Если я могу согласиться С такой бессмысленностью жизни Родился Неизвестно как пожил И умер И все ваши радости Все надежды Вся ваша дружба Все эти замыслы Все планы Смех один И что потом После вас Будут ли о вас говорить Хорошо или плохо Какое имеет значение Всё Смерть Нам знакомо Это мировоззрение Он называется Атеизм Вот что Верь Верь человек Что тебя ожидает Как личность Вечная смерть Верь Верь Не вздумай верить иначе Какие выводы из этого Если я Живу только вот Сейчас И всё Тогда какой смысл Приобретает вся деятельность Какое всё значение Какая бессмыслица Недаром Достоевский Так и писал Только с верой В своё бессмертие Человек постигает Истинный смысл Жизни на земле Есть, оказывается, Другое мировоззрение В чём Никакое не будь Не то, которое возникло Буквально недавно Какие-нибудь 200-300 лет Тому назад Всю историю Человечества Верило в то Что человек – это не животное А личность Которая неуничтожима И которая Отвечает, если хотите За всё Что она делает Вот в этот Краткий период Своей Обычной Жизни Схожей По своим внешним параметрам Со всем животным миром Не случайно Не напрасно Жизнь От Бога нам дана Ответил Пушкину Пушкину Митрополит Московский Филарет Дроздов Когда Пушкин В отчаянии Просто писал Дар напрасный Дар случайный Жизнь Зачем ты мне дана? Бессмыслица какая Итак, первое Что стоит Перед каждым человеком И особенно, когда мы говорим О молодёжи Когда мы говорим О воспитании детей Когда мы говорим О школах В первых университетах Первое и главное Главное Мировоззрение Во что ребёнок верит Во что он верит Что я как животное Прожил и всё И закопали Или передо мной Открыто бесконечное будущее Будущая жизнь В чём не какая-нибудь жизнь А если касаться Христианской религии Да и другие Мачаж Что это не просто жизнь А жизнь полноценная Жизнь, в которой человек Переживает полноту Благо Которое может Только себе Представить Христианство именно Говорит об этом О том, что Личность Неуничтожима И весь наш Земной опыт Опыт Любви и ненависти Страданий И радости Надежд И мечтаний Это не какие-то Мыльные пузыри Которые лопаются И уже ничего не остаётся Нет Это тот багаж Который мы набираем В этой жизни Эта жизнь Является не случайностью А является экзаменом Для поступления В университет Вечной жизни И вот с чем Я подготовлюсь Как я подойду к этому Насколько Насколько я готов Буду войти В этот университет Вечной жизни Это от меня зависит Мировоззрение Вот что является Главным Основным На что нужно Обратить внимание Внимание Всей школы Всего образования Иван Александрович Ильин Ну Всем известный Замечательный Русский Мыслитель Так Он писал Педагог Педагог Это воспитатель А не тот Кто дает Какую-то сумму Знаний Да и что знаний Сейчас В одном компьютере Знаний Столько Сколько ни один человек Не может себя вместить Не знание Первое А воспитание Первое Обратили внимание Какой прошел Перелом Например В русском Образовании Если взять До Петровскую Эпоху Может Немножечко раньше Ну почти Будем Образно так говорить До Петровской Эпохи Какое было Образование Скажут Да и школ Не было Какое образование Ни одного Университета Даже Московская Духовная Академия Которая явилась Первая И тот 1685 год Только Так Какое образование Было О Оказывается Там и было Образование Что такое Образование Что такое Образ Образование Создание Образа Образы Как вы знаете Матрёшки Мы все видели И знаем Из куска Дерева А что можно сделать Можно сделать Отвратительного Дьявола Можно Можно А можно сделать Прямо Небесного Ангела Можно Да Слышите Из одного Из того же Куска Вот это Да Вот что Такое Образование Создать Образ И прежде всего Этот образ Чем Является На чём Строится Этот образ Это Конечно Духовное Состояние Нравственное Состояние Духовное В частности В чём Проявляется Мировоззрение В выборе И в решимости Жить по этому Именно Мировоззрению Религиозное Мировоззрение Пожалуйста Атеистическое Знаете, что я скажу? Хорошо Если Только Выполнено Одно Условие Слышите? Я встречался С атеистами Прекрасными Людьми Я просто С удовольствием Встречался Но с кем? С кем? Я говорю Прекрасным Не в смысле Нравственным Даже В нравственном Всякие Всегда и всюду Это бывает Нет-нет Не о нравственности Совсем я говорю Вы знаете В апокалипсисе Это книга Которая всех Конечно Интересует Всегда вызывает Любопытство И повышенный Интерес Там есть Одна фраза Убийственная Я бы сказал Одному Из Ну Из Епийского Скажем так Руководителю Церкви Лаудикийской Церкви Вдруг Бог Говорит Но Как ты Не холоден И не горяч По-славянски Скажу слово Изблюю тебя Из уст Моих По-русски перевели Все-таки Так Изверхну Ну да Изблюю Уж очень Резко О чем Речь идет Поскольку Ты не холоден И не горяч Я не случайно Упомянул вам Что приходилось Встречаться С многими Причем Никакими С академиками Даже Академия наук Да Атеистами Но что я увидел Которым я восторгаюсь Это люди Которые Были убеждены Не просто так Спонтанно Я атеист Нет Нет Они были убеждены Потому Что у них были Основания Как они По крайней мере Считали Основания Никакого Бога Нет И никакой Вечности Нет Я говорю Почему? А вот почему Вы знаете что? Почему интересно Было разговаривать С этими людьми? Они приводили Аргументы Они были Открыты Выслушать То Что ответит Им На эти Аргументы Они слушали Задумывались Удивлялись Недоумевали Они были открыты Их мировоззрение Это было Не было мировоззрением Каким-то Знаете ли Как Какое-то что-то Заложили в голову И всё Нет Они жили И неудивительно Поэтому Я скажу Ещё раз Неудивительно Что при всём Атеизме В наше Уже скажем Советское время Моральный уровень Был выше Потому что Несмотря На это Кажется Бессмыслица И без 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 Даже Ну, я не знаю Как назвать Атеизма Ну, всё это Мрак Мрак Который Верь, человек Себя ожидает Только смерть И больше ничего Несмотря на этот Мрак Находили Какие-то Аргументы Для того Чтобы была Моральная жизнь И она была Была Открыты были Да Это был холод Если хотите В отношении В отношении Религии Я обращаюсь Опять К ангелу Лаудикийской церкви Поскольку Ты не холоден И не горяч Изблюю тебя Из уст моих Это был холоден Но он мог Стать горячим Потому что Он Искал Был открыт Горяч И так Понятно Что такое Горяч Когда человек Действительно Убеждается Когда действительно Искренне Поверит Но как Опять Не просто Эмоциями А ещё раз Говорю Аргументы Аргументы Нужны Поэтому Горячий Человек Потому что Знаете Может быть Горячим Фанатиком Да избавит Бог А вот Когда человек Горяч Действительно Он верит Почему? А вот Почему Неважно Тут может В чём-то Он прав В чём-то Не прав Это можно Рассуждать Дело в другом Требуется умственное Убеждение Мировоззрение Там Мировоззрение Где умственное Убеждение Вот почему Я избираю Вот два Две дороги Я избираю То есть Я открыт Я живу Мне интересно Если хотите Поговорить И встретить Даже всё то Что противоречит Даже моему убеждению Я с удовольствием Буду говорить Об этом С интересом Самое страшное Что наблюдается Сейчас И, по крайней мере Это приходится Встречать Нередко Когда не холоден И не горяч А полное Безразличие А неважно Есть Бог Нет Бога Есть бессмертие Нет Его То есть Это превращение Во что? В растительное Существо Растёт И растёт Живёт И живёт Пока живёт Пока не случилось Что-то с ним Пока не произошла Какая-то трагедия Какие-то страшные Болезни Переживания Опаснейшее явление Нашего времени Которое, видимо, Обусловлено тем Что в школах Мы забыли О главном Совсем забыли Забыли Замечательные слова Ивана Александровича Ильина Педагог Не ликвидатор Безграмотности А воспитатель Ну, у нас все программы-то построены Каким образом? Скажите Они построены По принципу Рождественского гуся Вам это понятно, надеюсь? Да? Правда же? Что такое Рождественский гусь? Как раньше были В старые добрые времена Гуся откармливали К Рождеству В мешок сажали И напихивали ему В клодку туда Он клотал гусь Куда же делится? Жирел И, наконец, На Рождество его Поджаривали А здесь что такое? Накармливаем всем Тем другим Дальше что? Мировоззрение где? Ну, хорошо Я сказал, что Действительно только Вера в Бога Дает действительно Твердый фундамент Для Этой Этой Не какой-нибудь Просто я говорю Не о небе сейчас Для земной жизни Поскольку есть Полные обоснования Для Для нравственности Полные обоснования Для благородства Для правды Справедливости Полные надежды Счастья В общем Множество Множество оснований Только Я бы сказал, что Уж у нас-то Уж в России-то Уж, наверное, бы Прежде всего У нас должно быть Преподаваемо Превославие Мы же должны Знать веру Которой Которой Жили Уже Тысячу лет Живём Изучаем Какие-нибудь Древние Греции Там Китай Римлян Римлян Чего только Не изучаем А своей веры Не знаем Величайшие гении Россия и человечество Были православными Причём Никакими Не будь православными А которые Готовы были Отдать свою жизнь За эту веру И отдавали И вдруг Не знаем Своей веры Боже мой Какой кошмар Практически не знаем А если что знаем Одну какую-то Поверхность Поверхность А ты крещён? Нет А что это такое? О, давай-давай Идёмте Надо креститься Да? Ну, ладно Мне кажется, что Сейчас Когда происходит Середнейшее событие В жизни Нашей страны Сейчас есть Все основания Особенного Обратиться К тому Чтобы пересмотреть Характер Нашего образования Пересмотреть Самым радикальным образом Обратить внимание Опять на что? Не просто Вот Вы подумаете Что я сказал Значит Православие Надо преподавать Да? Вы думаете так? Нет Это половина только Это неверно Надо Чтобы люди знали И то То Почему Вино православие Ответить на вопросы Почему? Приходится спрашивать Студентов Духовной школы А ты почему Православный? С какой стати? А ты почему Веришь в Бога? Какой Бог? Ты откуда взял? Ну-ка отвечай Чего ты православный? Тебе бабушка сказала? Да Да крошь цена тебе После этого Твоему православию Если ты не имеешь Никаких умственных Вы слышите? Нужно умственное убеждение То есть Обоснованное убеждение По которому Ты должен сказать Почему ты веришь в Бога? Почему ты христианин? Почему ты православный христианин? О! Как это необходимо? Это необходимо Я понимаю, что в школах Всё это невозможно В школе Но для этого существует семья Существует Для этого существуют родители Для этого существуют педагоги Мне кажется, самое главное в школе Это, конечно, вызвать интерес Интерес Пробудить интерес школьника Молодого человека Чтобы он сам заинтересовался Этими вопросами Чтобы сам помочь ему Выбрать Выбрать что-то Не внушить Как у нас 70 лет Советской власти Внушали атеизм Так же, как и до советской власти Внушали, что православие Что проку отношения Не внушать надо А объяснять надо Чтобы К живым людям нужно обращаться Ну, конечно, какая же религия Которая может перевернуть сознание Это Я вам скажу Что да Да Вот я так считаю Православие Почему? О, есть очень много Причин, почему Первое Она отвечает Она отвечает На самый главный вопрос в жизни Зачем я живу? Слушайте, ну что Вы подаёте к человеку Он копает что-то Вы его спрашиваете Ну, что ты копаешь? Да просто копаю Ну, как? Зачем ты копаешь? Да не зачем Ну, зачем Кому это нужно? Всё А ничего Вы скажете Ну, что ты с головкой Зачем ты живёшь? Ну, живу Да? И всё Ужас какой Чтобы умереть? Православие даёт ответ На смысл жизни Человека Причём не какой-нибудь Ответ Нет-нет Это ответ Самый серьёзнейший Из обоснованной ответ Не просто потому, что Верь Почему-то решили Что в православии так Вот верь, что это так Что у вас вера А вот наука Знание Ничего подобного В православии Знание Причём ещё Какое знание? Вы знаете, какая теория в науке? Принимается в качестве научная Та, которая имеет факты Подтверждающие И та, которая Позволяет проверить Это Ты не веришь, что есть Что есть какая-нибудь Ну, кенгуру? Не веришь? Не может быть такого Ну, ладно Ну, слетай в Австралию Пожалуйста Ну, а теперь ты можешь И в зоопарк сходить Сходи Посмотри Посмотри Убедись Ну, что? Веришь теперь? Православие имеет Огромнейшее количество Фактов Подтверждающих Действительно Не просто наличие Бога Но наличие возможности Общения с Богом Причём такое общение Которое просвещает ум Не делает его каким-то Зомбированным существом Как это часто Чушь какую-то Это говорят Это разумная Вера Имеющая под собой Именно основание Огромное количество Фактов И Главное Затем что? Указывает Прямо Указывает Те условия При которым я И любой человек Может проверить И убедиться в этом Если он хочет Убедиться может История православия Свидетельствует О потрясающем количестве людей Которые буквально Я вам скажу Поражали даже своим обликом Окружающих К Серафиму Саровскому Когда приходили Он же не так давно Скончался В 1833 год Сохранилась же Масса свидетелей Иоанн Кронштадтский Скончался в 1908 году Так там же Тома буквально О том Что только он делал Какие чудеса Какие пророчества Какое необыкновенное Влияние на людей Только Что вы? Это же люди Которые поражали Просто своим Своим обликом А знаете больше всего Чем поражали? Ох! Об этом бы Стоило бы сказать В этом сказали Тем, чего у нас почти Не осталось А может не осталось Они поражали Своей любовью Сейчас никто Никого не любит Только осуждают Только осуждают Даже друзей своих И то Вы знаете Какой-то Какой-то вот этот Что такое В душах людей Во всех ищем Чего-то такое Темное Не хорошее Объясняем Любви нет Мало любви к людям А они поражали Чем? Именно Когда вдруг Человек Ощущал Что к нему С действительной А не какой-нибудь Ненаигранной Не этими привычными Я люблю вас И прочие Пустые слова А когда ощущал Всей своей душой Это А уже при общении Тем более Тем более Поражался От Серафима Саровска В слезах уходили Люди Буквально Перевёртывала Вся жизнь их К Иоанну Кронштадтскому Вся Вся Россия Тянулась И вся шла к нему И не только потому Что он творил Действительные чудеса А ещё и потому Что самообщение С ним Какое оказывало Потрясающее влияние На душу На душу Ведь у нас же чего нет Души-то? Радости Радости все ищем Счастья же все ищем Где? Где мы ищем счастье? Православие перевернуло Когда Христа Спросили Да А где? Когда будет Царство Божие? Он дал ответ А которые были Потрясены Просто Царство Божие Не там И не здесь А Царство Божие Внутрь вас есть Внутри человека Как оно С чём оно состоит Как достигается Оказывается Путь какой Не внешних приобретений Очищения души От всякой гадости Вот и всё От гадости очищения Какие гадости? Каждый знает в себе Как очиститься? Пожалуйста Вам Есть путь Слушайте Слушайте Это же самое главное Кажется Есть ещё другие Я не хочу некогда уже говорить О других аргументах Самое главное Что есть Есть прям Конкретный путь Благодаря которому Я могу стать Счастливым человеком Именно счастливым Несмотря на все Может быть Окружающие скорби Бедствия Болезни И так далее Я могу тем не менее Почему? Потому что я верю, что Бог Есть Сам Бог Есть Любовь И всё, что происходит с нами Не надо думать, что Бог наказывает Одного, а награждает другого Нет! Бог – врач Который лечит А не награждает и не наказывает И даёт Прописывает то, что нужно То, что в соответствии с его состоянием больного Кому курорт, а кому операция Представьте себе Верить то, что со мной Ничего не может происходить Без воли того, Кто меня любит полноценно Полноценно меня любит Поэтому всё, что со мной не происходило Это не случайности какие-то А это то, что является крайне необходимым для меня Вот представляете, если я в это верю Как меняется отношение К тем бедам, скорбям, болезням и страданиям Которые случаются с каждым человеком И без них и ни один человек не проживёт Представьте себе Одно дело Кто мне там ножку подставил Кто на меня наговорил Кто меня предал Кто меня обманул Кто меня обворовал Все вокруг меня, слышите? А здесь я знаю Никто Без воли Божией Никто Не может мне Причинить какой-либо зла Никто А если что это происходит Следовательно Это есть то Самое необходимое Самое необходимое Для меня С точки зрения какой? Какой? Не просто же этой земной жизни Что я пять минут пожил Только не вечности Вечной жизни Вы знаете, что В космической У нас, в галактике Время течёт гораздо медленнее Чем наше на Земле Гораздо медленнее Так что наша жизнь По галактическому времени Вы знаете, сколько продолжается? Одну-две секунды Одну-две секунды Всего-навсего О, сколько мы живём И поэтому всё, что происходит здесь Это некий Некий Ну, миг Момент Вот к чему Оказывается Призывает Призывают нас Фактически Даже наши скорби Наши страдания И так далее Ой, простите Не давайте профессорам Свободу слова Пожалуйста, если какие у вас Есть вопросы То что я слушаю Готов Вот так В Евангелии сказано Всякий, кто оставит Дом Или братьев Или сестёр Или отца Или мать Или жену Или детей Или землю Ради имени моего Получит во сто крат И наследует жизнь вечную И в то же время Апостол Павел говорит Если же кто О своих И особенно О домашних Не печётся Тот отрёкся От веры И хуже неверного Вот как вот Состыковать Вот эти два Рассказа Противоречия Страшные Если кто хочет Получить золотую медаль На Олимпийских играх Вы знаете, что ему надо Ох Я однажды Однажды Меня на какую-то лекцию Вёз Член команды Представляете Как он мне порассказал Что это надо Господи Это хуже Чем оставить отца Мать и дома Я не знаю ещё что Это кошмар И всё ради чего А золотая медаль Может получишь даже А может и нет Ну А если Ты золотой медалью Уже не гонишься Так Так Ну что же Ну тогда живи вот так вот Живи как Уж не оставляй там Не брось Все эти тренировки ужасные Не тренируйся ты По 10-12 часов в сутки Нет Ну а ты просто Утречком сделай зарядочку Может пробежись Может что-то Правда? Не надо ничего Никаких этих ужасных тренировок Понятно теперь А в чём я говорю Одно дело Когда речь идёт О немногих людях У которых настолько сильные стремления К духовной жизни Что он действительно уже От всего отрекается Отрекается Но отрекается Не просто Бросил Кстати запрещено Категорически Например преподобный Сергий Радонежский Все знаете Правда? Он очень хотел монашества Пока были живы родители Он оставался дома Почему? Нельзя было их бросать Одно дело оставить Когда есть Когда могут и жить И всё спокойно существовать Так Другое дело Когда касается Крайнего положения Ни в коем случае Итак Не будем мы Отождествлять Совершенно разные ситуации Летящего К олимпийскому золоту Или человека Который довольствуется Даже не медалью А так Обычным образом жизни Духовное совершенство Или обычный наш уровень Вот и всё Вот в чём заключаются Слова Христа Высший уровень И то, чём пишет апостол Павел Да Тот-то не заботится о своих А особенно домашних Тот хуже неверного И отрёкся от веры Правильно Вот оно в чём дело Да Это наш уровень Наш уровень Ну как смиримся Что мы на таком уровне Ну давайте смиримся Да Мы на таком уровне Да Где нам до каких-то подвигов Господи Боже мой И говорить не о чём Вот так Вот есть вопросы Связанные с монашеством Ну во-первых С монашеством? Да Вот почему-то Вот такой вопрос Ну что это Кто первый Глаза протереть Вопрос серьёзный Как вы оцениваете Состояние современного Монашества в России? Это один из вопросов Потом Ещё есть Монашество миру Что это? Что за такое явление? Ну о современном монашестве Я не буду говорить А лучше скажу О монашестве 19 века О нём пишет 19 века Понимаете? Понимаете? Сколько у нас было Монастырей? Сколько? Сколько монахов? Сколько духовенств? Сколько храмов? Более того Любой чиновник светский Он был обязан даже Хотя бы один раз в году Представить справку начальству О том, что он был на исповеди И причащался Ну давали пол-литра Какому-нибудь батюшке Или что? Или ассигнацию Он давал И я Атеист Был православным Что пишет Например Такой знаменитый Епископ 19 века Аристократ Подвижник Аскет Настоящий Игнатий Бринчанинов Епископ Знаете, что он пишет? О монасте 19 века Монашество Монашество Уже не стало За свою жизнь Я встретил только Одного или двух Монахов Которые знали Что такое Ну, не только знали А именно Были делателями Так называемого Умного делания Умное делание Это основное Делание Монашества И он Он Который всю жизнь Провёл в монашеском кругу За свою жизнь Встретил Только всего Там два-три человека Которые действительно Были делателями Этого умного О прочих он писал Иногда Писал так Вот я знаю Вот здесь Два хороших Женских монастыря Хороших Обустроенных Всё очень красиво Всё очень чистенько Всё очень чинно Но там нет Никакого Духовного Делания Неусыпаемый Псалтирь Да-да-да-да-да Постоянное Богослужение Да-да-да-да-да-да Да-да-да Всё Всё чинно И хорошо И говорит Но духовной жизни Там нет Игумене Арсении Себрякова Которую Канонизировали Так Обращалась К своим Сёстрам А на Игумене Обращается К ним И говорит Ну что же Вы такие Нерадивые Вы никакие Не монахини Они отвечают Матушка Это мы-то Не монахини Мы Посещаем Все Богослужения Мы Совершаем Все Молительные Правила Мы Выполняем Все послушания Которые Только Всё Что вы Ещё От нас Хотите На это Великолепно Ответил Свидетель Феофан Затворник И часы Исправные Хорошо Ходят Но кто Скажет Что в них Есть Жизнь Убил Убил Оказывается Всё можно Исправлять Это всё Вычитывать Всё делать Всё А душа В общем Вы знаете Принчанинов Который признаётся Не какими-то Богословами Даже я вам скажу Или церковными Исследователями А признаётся Целым Рядом Самых Известных Святых Русской Церкви 19 века В качестве Кого признаётся Как незаменимого Учителя Духовной Жизни Вы обратили внимание Я ссылаюсь Не на мнение Нас Богословов Которые Сами ничего не понимают Не знают А святых людей Макарий Оптинский Варсонофий Оптинский Никон Никон Оптинский Арсений Это игумене Иоанн Валамский В общем, целый ряд Которые говорят Нет лучшего Учителя даже И вдруг Он пишет О состоянии Монашества В 19 веке Я слышал Что иногда Были такие случаи Брали эти сочинения Епископ Игнатий Монах И бросал С яростью Как это такое? Мы не монахи! О чём он писал? Он писал о том Что монаш Остался заниматься Мирскими делами Всё погрязли Как он говорил В чём? В строительстве Во всяком Во всяком Внешне Внешне Ну, украшении Всего на свете Так называем Благолепии А внутри? А страстями Кто будет бороться? А где же умное делание Которое является Без которого Нет монашества? Слышите? А умное делание Это что такое? Умное делание Под умным деланием Разумеется Молитва Молитва Которая совершается постоянно Но которая Является следующей Следующей И очень важной Важной это для всех А не только для монахов Об этом Баринчанин Писал Молитва Без внимания Не молитва Она мертва Она бесполезная Душевредная Оскорбительная Для Бога Пустословие О Боже мой Оказывается Можно Совершать Богослужения Проводить Молепствия Совершать Правила Но если Это совершается Как? Как положено А внимание Где? А сочувствие Сердца Где? Вы подумайте Страшные слова Произнес Молитва Без внимания Не молитва Ох, как важно Это знать Она мертва Она бесполезная Но мало бесполезная Душевредная А почему душевредная? Сказать тайну Я всё исполняю Матушка Игумения Все правила На всех Богослужениях Поэтому Знаете, кто я, матушка? Я уже не фунт изюма Меня уже живьём Канонизировать Уже можно Самомнение Это какое Я всё исполняю Все правила Слышите Самомнение? Душевредные Тогда И оскорбительные Для Бога Пустословие Вы задали Очень Очень серьёзный вопрос О монашности Я не мог вам не сказать Как о нём мыслил Вы думаете, Игнатий Вринчинов, что ли? Я просто его назвал Серафим Саровский Плакал Феофан Затворник Говорил Наставника Подходящего Найти Негде Говоря о православии Знаете, что он написал? Феофан Затворник Ещё пройдёт Пройдёт Десять-двадцать лет И православия На Руси не будет Вот в каком состоянии Находилось наше Цветущее Православие Цветущее почему? По количеству Храмов Монастырей Благолепию Украшению И так далее И вы знаете, что? Вот действительно Святой человек Прошло действительно Феофан Затворник Говорил Ещё одно-два поколения И православия На Руси не будет И вы знаете, что? Точно Прошло полтора поколения И наступил 1917 год И Как корова языком Раз И не осталось Ни монастырей Ни храмов Ни духовных школ Ни монашества Я говорю, как люди Ни духовенства То есть, о чём они говорили Святые-то? Не о внешней стороне Монашества А внутри Внутри вы кто? Мне рассказали Такой интересный Анекдот Как Как иногда Повздорят монахини Знаете, как Рассказать, как они Вздорят Повздорят Между своей И она говорит Спаси тебя, Господи Она Тебя саму Спаси, Господи О! Правда же здорово! Но хорошие пожелания Ничего не скажешь Но это так, к слову Итак, я сказал О XIX веке Не вздумайте Я ничего не сказал О XXI И не спрашивайте меня Вот так И говорить ничего не буду А какой там ещё Что-то И что-то Я не понял Ещё Что-что? Монашество в миру А, монашство в миру Да-да, монашство в миру Ну, слушайте Пожалуйста Делайте выводы Всё-таки Я встречал И разговаривал даже Подхожу к одной Монахине в миру Я говорю А чего это вы Чего это вы носите Это ходите В монашеском платье Да ещё сзади Длинный хвост у вас Что это вы такое? Меня духовник благословил Я говорю А с какой стати Он благословил? А вот одна у нас В академии Скончалась Просто работала Светская женщина Скончалась И оказалась Она монахиня Ой, я думаю Господи, ещё есть же Такие люди А? Никто не знал Она до этого Несколько раз Подходила Задавала Кое-какие вопросы Но, конечно И в голову Не приходило Чтобы Никто не знал Вот это Монашество Да Мне кажется Это действительно Замечательно Замечательно Знала только она Сама И, видимо, тот Хороший монах Правильно мыслящий Который тоже Никому Не сказал Это редкие случаи А вот даже Других смеются Но это, конечно, анекдот Когда подходят К причастию В монашеское облачение И все говорят Тайная монахиня Такая-то На весь храм, конечно Чтобы все знали Что на тайной монахине Да Но это уже шутка Это, конечно, шутка Ну, в общем Надо говорить Причём тут Монашество О монашестве Сказано точно Дело Я привожу Слова Того же Игнатия Валичина Дело не в монашестве А в христианстве Монашество Лишь настолько Нужно Настолько Настолько Чтобы человек Мог достичь Мог достичь Какого-то Какой-то Правильной Жизни Монаши Это внешняя сторона А мы всё время Говорим о внешней стороне Никому Никому Не заказан путь Правильной Христианской Жизни В этом суть А не в постриге Монашеском Самом По себе Постричь Это недолго Полчаса И все И монах Или монахини А что дальше? А дальше что? Поэтому нужно Стремиться Не к монашеству В миру А к христианской Жизни В миру Да такой Чтобы Чтобы действительно Никто не знал О том Что у меня Там если что-то есть Опознаётся Истинная жизнь По какому признаку? Признак Это точно Определён Святыми Голос которых Прекрасно выразил Преподобный Пётр Пётр Дамаскин Он сказал Первым признаком Первым Учтите Первым Начинающегося Здравия Души Является Видение Своих Грехов Правда? Чудно сказал А кто не знает Свои грехи? Да я могу Вот столько написать А знаете, что это такое? Когда я босиком Наступил на гвоздь Так я прыгаю И скакаю И помню Об этом непрерывно И лечу Это Стараюсь делать Грех Это есть Рана Рана Я осуждаю У меня и душа Не болит Нисколько Болтаю Сколько угодно Никакого Угрызения Совести Не вижу я Своих грехов В этом А увидим Когда Вот начинаю Кто же я? Вот когда Начинается Видение Грехов Своих Точно так же Как мы видим Какие-нибудь Ранения Которые Мы получаем В результате Нурной жизни Первым признаком Начинающегося Здравия души Является Видение Грехов Своих Вот Начало Вы видите Духовной жизни К чему Приводит Во-первых К видению Затем К покаянию Затем К смирению Другого пути Нет Алексей Ильич Вот еще вопрос Поступило С какого Возраста Какого возраста Нужно Обратить внимание На воспитание Мировоззрения В дошкольном Возрасте Чем раньше Тем лучше Раньше говорили Так Учи Пока поперек Лавки Помещается Лавки Знаете Деревянских домах На которых спали Пока поперек А как вдоль Ой, смотри Не упустил бы Надо начинать Чем раньше Тем лучше Но как начинать Не просто языком А примером Язык обязательно Но примером Потому что Как знаете Один отец Учил своего сына Не выражаться И он Знаете Как его лжил Трехэтажными словами Я тебе Сколько раз Говорил Чтоб ты не ругался Ах ты такой Секой Сын Конечно Служит И запоминает Эти трехэтажные Вот так Как вы относитесь К протестантскому движению Я считаю Что Там более простым языком Проповедует Евангелие Как вы считаете Дело в том Что Насчет простоты Я согласен Я согласен Что Многие там Очень просто Само даже Священное Писание Там Читается По-русски Более того Скажу Что очень хорошо И что я Одобряю Читается Евангелие И там Лицом к людям Христос То говорил Кому У нас Читается Господу Богу Евангелие Вы знаете Если Диакона нет То батюшка В алтаре Кому читает Господу Богу Он же не знает Евангелие Да А у них Читается Лицом К народу Ну правильно Как Христос И проповедовал Почему у нас До сих пор Я этого Понять не могу У нас Потом Смотрите Какие облачения Там всякие Там архиерейские Какие эти Митры Какие И на священниках У отца Афанасия Не знаю У него наверное Скромное облачение А у других Знаете Какие Ой Сколько А у них Все очень просто В этом отношении Действительно В этом отношении Просто я вам скажу Молодцы Молодцы Форма хороша А содержание Какое Ой Вы знаете Какая проповедь В чем суть Протестантизма Я вам скажу Первое Мы должны слушать Только Писание Писание Ну Библию Новый Завет Бросьте Вы всех этих Ваших Святых Отцов Мало ли кто И что из них Говорит И мы можем Говорить А не только Они Соля Скриптура Только Писание Красота Правда же Просто красота И что случилось Тут же Один говорит Ты так считаешь Нет А я считаю Вот так А третий говорит А я эдак Рассыпались уже Все рассыпались Десятки и сотни Протестантских направлений Вы поймите А почему А потому что Я вот так понимаю Писание А другой Эдак понимает А где критерии Вы скажите Или что Думаете Что просто так Это Любое место Писания Говорит само за себя Ничего подобного Ничего подобного Что вы Мы встречаемся Там с самыми Серьезными вещами Рассыпались И не знаем Кто прав Кто виноват А другое Дальше Спасаемся мы как Протестантин Говорит Только верую Как только верую Лютер отвечает Верующему Тот, кто уверовал Во Христа Прощаются все грехи Прошедшие Настоящие И будущие Ура! Вот это я рад Слушайте Всё, я перехожу Протестантизм Вы понимаете Какие вещи? Да Апостол Павел Пишет о вере Что мы верою Действительно Спасаемся Какой верой? Вот в чём Дело-то? Первое Чем характеризуется Православие В отличие от Протестантизма? Тем, что мы говорим Мы верим Что истинное Понимание Писания Евангелия Мы можем найти Только у тех Кто действительно Действительно Очистил свою душу Хоть немножко От всякой грязи Простите меня Потому что При правильной Духовной жизни Очищается Ум человеческий Человек Приближается К Богу Он получает Истинное Понимание Писания И когда мы Видим Что данный Текст Писания Один Святой Другой Третий Четвёртый Пятый Все говорят Вот так Мы говорим Значит это не Мнение Того или иного Святого Потому что И святые Ошибались А значит Это уже здесь Действительно Откровение Божие Людям И что Здесь мы видим Истинный Смысл Вот как Нужно Понимать Вот Каким образом Когда мы Видим Это называется В богословии Термином Консенсус Патрум То есть Согласие Отцов Когда мы Видим Согласное Мнение Отцов По какому-то Вопросу Мы говорим Вот это Есть Истина Вот критерий Наш Вот критерий Основывается На чём На святости Тех Кто Говорит У протестантов Потому все И рассыпались Что каждый Может быть Учителем Каждый Может учить Каждый И вы знаете До чего сейчас Дошло До каких Вещей Боже мой Ну что вы До каких Вещей Вероучительных До каких Моральных Уж кажется Они говорят Только Писание И в то же время Ну Содомский Грех Ну всем же Ясно Библия же Говорит Апостола Прямо Осуждает А не сидим Напротив Переговариваемся Я помню В Германии И встаёт Один немец Говорит А наша Вот Церковь Да Как раз Совершает Браки Гомосексуалистов Мы говорим Да как же Библия-то Соля Скриптуры-то Где же Ваша Ну вы знаете И всё И что сейчас А в вероучении Что творит Я не хочу даже Называть Какие вещи Вот Беда протестантизма В отношении Этого Веру И только Спасаемся Какой Верой Простите Какой Верой Что Был Иисус Христос Что ли Ну и Что Что был Был Кто угодно Я верю Что он Спас Что значит Спас Что это значит Забыли О духовной Жизни Которые Только Это Духовная Жизнь И открывает Человеку Человеку Постепенно Открывает Душу Открывает Если хотите Разум Очищает Его И человек Убеждается На личном Опыте В чём В чём Как Бог Освобождает Меня От той Или иной Страсти Не в делах Помогает Как это мы Ищем Он Привезут Мощи И мы Ринулись И давай Свидеть Николай Как Пятка У меня Болит Как Язычники Нет Человек На личном Опыте Убеждается Да Каким Я был Завистливым Зеленел От зависти Я молился Господи Помоги мне Я вижу Как утихает Моя страсть Как постепенно Освобождаюсь Вот это Духовный опыт Вот когда Открывается Вера Моя Когда я вижу Что не по своей Праведности я А по вере в Бога Я могу Постепенно Освобождаться От чего От страстей От страстей Освобождаться Этих Этих Князей Моих Вот в чём Дело-то Там Нет Я верю И все Береги мои И будущее Главное Ну Ну как Переходим Всех Призываю Да Смеюсь Конечно Да Вот так Это беда Конечно Протестантизм Почему Не каждый Приходит к вере И смиряется В результате Скорбей И болезней Ну что же Я думаю Что на такие вопросы Очень легко Ответить Может каждый Человек Уж сколько Скорбей у меня Скорбей Каких И я Православный человек Знаю Что природа Скорбей Какова Мои грехи И мои Страсти Но когда Приводят мощи Или чудотворную Икону Я молюсь Что об исцелении От страстей Вы что ли Думаете Да вы что Вы что Я же православный Помоги Чтобы моя печенка Исцелилась Моя селезенка Мои скорби Как язычники А потому Потому Мы к Богу И не приходим Потому Живем Поязычески И нас Интересует Только Язычество А не А не Так сказать Истинное Понимание Понимание Вещей Вот почему Не удивляйтесь Поэтому Конечно Меня интересует Только Эта жизнь А небо Прямо Зало В последнее время Очень много Говорится о покаянии И вот Современные События Вся Что как бы Весь народ Должен покаяться Я таю Со своими грехами Как я Вместе с народом Покаяться О том Чего я не совершала И не совершали Мои родители И бабушки И дедушки Ну знаете Пожеланий Очень много Мечтаний Очень много Поэтому Надо посмотреть Что это значит Весь народ Покаялся Что значит Весь народ Мы всё время Хотим народ Да не народ А ты Покайся В тех грехах Которые ты Ты знаешь Какие у тебя есть А то мы весь народ Вы знаете Как это легко сказать Другое дело Другое дело Бывает Вот как В Библии Описано С Ниневией Когда там Этот город Государство Просто погряз В грехах Так что Пророк Иона Даже был послан Предупредить И сказать Если вы Если вы так будете То вы все Погибнете О Вот тогда народ Действительно Народ Покаялся А почему опять Потому что сам царь Сбросил себе Царские одежды Оделся в рубище И всем приказал То же самое сделать Так И три дня Чтобы Не есть Не пить А каяться Вот это сильный акт Вот это очень сильный акт Да Когда все И когда Ниневия Осталась То Пророк Иона Возмутился И говорит Богу Что ж такое Я тут Шел сюда Пришел И сказал Что Ниневия Будет уничтожена А ты Меня подвел Так сказать Бог подвел Ниону Видите ли Так Бог Ему ответил Что ты хочешь Здесь в этом городе Еще 120 тысяч Тех Которые не могут Отличить правой руки От левой И все Посмотрите И меня что поразило Особенно Я помню Читаю Что даже И сама скотина Он жалуется Смотрите Сколько и скота Которые Которые Так же Ну Должны были бы погибнуть Как же это сделать Когда они Все люди Покаялись Ну Покаялись Вот Тогда это Исключительный случай А так Я вам скажу Конечно Каждый Должен Каяться Вот А жди Это Когда Кто это Объявит Всенародные Покаять Надо же Объявить Кто это Объявит Может Президенту Написать Заявление Алексей Ильич Ну вот Еще Наверное Уже Пора Завершать Последний Вопросик Наверное Оно будет Общего Такого Плана Наверное Каждый Вложит Сюда Свой Смысл Пишет Мать Сыну 15 лет Курит Ничего Не понимает Что Что с ним Делать Какие Вот Отношения Наверное Это Такое Общее Переживание Курит Курит Да Да Ну Курит Вы Переживаете Это Да Нет Это Еще Не Очень У вас Очень Возвышенный Я смотрю Стремление Да Есть вещи Похуже Ко мне Подошла Одна Маша И говорит Вот мой Сын Мой сын Говорит Я вот Ну у него В общем Такие Гомосексуальные Не только Наклонности Но и дела И когда Мать говорит Я ему говорю Что ж ты делаешь Он ответил А я таким Родился Бог Меня таким Родил Поэтому Почему Ты Меня Осуждаешь И что я Не должен Так делать И она Подошла И спрашивает Что мне делать Помогите Ну я Я ответил Я говорю Этот аргумент Когда говорят Что я таким Родился Фальшивый Почему А если я родился Например Садистом Так Так Как же Быть садистом Да Значит Бог Меня родил Таким Всё И я Значит Что буду Терзать Любого Кто ко мне Попался В руки Да А если Я родился Клептоманом Это Страсть К воровству Знаете Есть такая Так что Значит Мне нужно Разрешить Чтобы Я и Воровал Я говорю Что это за Аргумент Такой Это Скоро Мы вообще Превратимся В какие-то Противоестественные Существа Уж не знаю Дьяволоподобные Что ли Если мы будем Оправдывать Свои эти Противоестественные Совершенно вещи Тем Что я родился Таким На самом деле Причина Конечно Не в этом Это Самооправдание Ну а Сейчас Сейчас Благодаря этой Несчастной Перестройке Теперь Вся грязь Которая Есть На Западе Именно Грязь Ринулась На нас И конечно Как всегда Когда идет Этот поток Грязи То он Сламливает Что Наиболее Слабые Слабые Постройки Вот И вот Молодежь Как наиболее Еще слабые Не имеющие Никакого Иммунитета Да еще По существу Совершенно Неверующий Не имеющий Мировоззрения И вот Подвергается Этому Это ужасно Европа Негодяи 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 Что делают Одно за другим Оправдание Оправдание Что в Украине Так мы не с Украиной Воюем Совсем не с Украиной А с теми Извергами Которые на Майдане Захватили Жестоко Жестоко Захватили Власть Помните Что сделали С этим Беркутом Разоруженными Глаза До сих пор Проявляют Эту жестокость Посмотрите К военнопленным Что делают Своих даже Так А Запад Мы с Украиной Воюем Нет Мы с Украиной Не воюем А вот эти Дьяволы Которые стали Захватили Действительно Власть Да Они страшны Кстати Запад не понимает Что и для них тоже Еще не узнают Еще Но поздно Хватится А для нас Это действительно Представляет Огромную опасность Дай им сейчас Атомную бомбу И что Бросят На нас Вот кто они такие Вот с кем мы воюем А не с Украиной Ну это я В качестве примера Просто говорю вам Ну хорошо Спасибо вам большое Спасибо за Ваше внимание Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому